Вот и я дождалась этого прекрасного периода беременности. В те времена полребенка определял участковый гинеколог. У меня не было выбора, и я полностью доверилась врачу. Он утверждал, что родится мальчик. Я очень ответственно подошла к появлению на свет сына. Поэтому купила все необходимое для него, начиная от памперсов, заканчивая одеждой и коляской. Естественно, все вещи были голубого цвета. Врач же сказал, что родится мальчик. Вот и настал тот самый ответственный момент. Меня привезли в родильный дом. Атмосфера там царила, конечно же, так себе. Будущие мамаши кричали, врачи бегали. Повсюду была суета. Я пообещала себе, что буду вести себя спокойно, ради сына. Он не должен чувствовать, что я переживаю и боюсь. Но не тут-то было. Схватки были настолько сильными, что я просто не могла выдержать эту боль. К тому же в тот момент я была очень капризной. Это нормально для беременной женщины. Поэтому заведующая не отходила от меня ни на минуту. Переживала. Да и я не хотела оставаться одна. Когда рядом была заведующая, мне было спокойнее. Прошло восемь часов моих мучений. Мне этот период времени казался вечностью. И тут я услышала те долгожданные слова «пора». И меня увезли в родильную комнату. Роды прошли благополучно. Даже и не скажешь, что до них я так сильно мучилась. И мне наконец-то показали ребенка. «Поздравляем, у вас девочка», – услышала я. Сначала я подумала, что просто ослышалась, либо еще не отошла от родов. «Какая девочка? Мне же раньше сказали, что родится мальчик». У меня началась истерика. Я кричала, что мне подменили ребенка. Это не может быть моя дочь. Ведь должен родиться сын. Я требовала вернуть мне моего мальчика. Врачи никак не могли меня успокоить. Они просто уже в десятый раз давали мне на руки новорожденную. Ее тогда еще даже не помыли. Я не хотела их слушать и пыталась убежать, чтобы найти своего ребенка. Врачи старались держать меня за руки и за ноги. Но я вырывалась. Я кричала, как сумасшедшая. Потом мне стало холодно, и я вся посинела. Врачи накрыли меня одеялом и сказали сидеть в кресле не меньше часа. Все это время я рыдала и просила вернуть мне моего ребенка. В палату меня привезли в шоковом состоянии. Ребенка мне не приносили на кормление три дня. Да и молока у меня не было из-за стресса. Но потом, наконец-то, материнским инстинктом я почувствовала, что родившаяся девочка – это действительно мой ребенок. Она родилась очень красивой, с голубыми глазками и волосами до плеч. Когда меня выписали, я почти три месяца не могла привыкнуть, что родила девочку. Поэтому постоянно называла ее «мой мальчик». Но потом я поняла, что главное, что ребенок родился здоровым. А мальчик это или девочка – не так уж и важно. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.